Добрый день, уважаемые поклонники спорта и здорового образа жизни! Спортзалы по-прежнему повсеместно закрыты, а выход на спортивную площадку в некоторых регионах нашей страны строго запрещен. А значит, единственным выходом лежать в своей форме остаются домашние тренировки. И сегодня мы с вами поделимся новыми рецептами от героев в World of Sport Battle. Данный выпуск наглядно покажет, что практически любой предмет из домашнего обихода временно может превратиться для вас в тренировочный снаряд, который может внести необходимое разнообразие в тренировочный процесс. Для начала обратимся к тренировкам Максима Трухановца, который сделал тренажерный зал с помощью пылесоса, сушилки для одежды, и обычной поломойной тряпки. Его идею с физкультурным мытьем полов поддержал Евгений Лось, который преобразил эти наработки в целый комплекс разнообразных упражнений. Их можно делать по отдельности, а можно объединять в различные связки, или даже делать по протоколу Табата, по примеру героя данного видео. Субтитры создавал DimaTorzok Андрей Филиппов вместо грифа для штанги использует обычную швабру. А вместо дисков пластиковые бутыли с водой, которые, кстати, позволяют калибровать нагрузку. Субтитры создавал DimaTorzok Денис Вовк, находясь в сельской местности, предложил более простонародный вариант. Для тяжелоатлетической тренировки он использовал черенок и ведра с водой. Артур Кратика по прозвищу Кратос на своем канале предложил целый комплекс упражнений с использованием тех же пластиковых бутылей. А Алексей Шреддер для максимальной проработки мышц предложил добавить дополнительную нагрузку в виде рюкзака. Ну а самым большим мастером по тренировкам со всеми, что подвернется под руку, по-прежнему является богатырь из Фролова Юрий Рогачев. Его появление на проекте Vortexport началось с видео, где он делал тренировочные комплексы в костюме химзащиты. А также устраивал полноценную тренировку с бревнами, шпалами, покрышками и скамейками. Сейчас же богатый арсенал нашего героя пополнился тренировками, в которых участвуют его дети. А также он расширил список оборудования такими предметами, как мешок с цементом или диваном. Уважаемые зрители, как вы убедились, делать полноценную тренировку можно практически в любых условиях, если проявить немного фантазии, смекалки и самое главное желание. В комментариях данного видео предлагайте свои нестандартные решения по тренировкам. Лучшие из них попадут в наше сообщество ВКонтакте. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. Всего вам доброго, дорогие друзья, и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok